Всем привет! Продолжаем сидеть дома и поэтому есть время для экспериментов. Сегодня моя домашняя вкусноежка будет жарить вкусные пирожки на дрожжевом тесте с картошкой. Так вот, я подумала, почему бы мне не использовать хлебопечку, пока мне ее дали мои спонсоры, чтобы мне было чем заниматься сидя дома. Пирожки, конечно, мы мне не испечем, это факт. А вот замесить тесто, не испачкав при этом руки, мне кажется, это легко. Вот и проверим сейчас, все ли то, что мне кажется, это правильно. Точное количество ингредиентов для теста смотрите внизу в описании. Нам понадобится сегодня вода, мука, яйцо, сахар, соль, масло растительное и сухие дрожжи. Все это засыпаем в хлебопечь. Масло я сразу положить забыла, но на стадии, когда можно было открыть крышку хлебопечи, я все-таки его туда добавила. Но это никак не отразилось на качестве нашего теста. Итак, пока замешивается наше тесто и оно будет стоять на расстойке, приготовим начинку. Сегодня раз пирожки у нас будут с картошкой, значит нам нужна картошка, лук, любая зелень, масло для обжарки и специи, которые вы любите. Картофель отвариваем как для пюре, лук режем кубиками, а можно, как я, четверть кольцами. На сковородку наливаем масло, добавляем лук и обжариваем его, помешивая до светло-золотистого цвета. Из картошки полностью сливаем воду, толчем его, добавляем обжаренный лук, перец, толь, порезанную зелень, я использовала укроп и зеленый лук. Все хорошо перемешиваем и даем картофелю остыть. Тем временем, посмотрите, как хорошо подошло наше тесто. Поверхность стола смажем растительным маслом. У меня есть вот такой коврик, за что спасибо говорю Ирине и при этом мне. Тесто немного обо мнем и разделим его на порционные кусочки. Из этого теста у меня получилось 12 шариков, весом по 75 грамм. Накроем их полотенечком и дадим постоять минут 10-15. За это время тесто хорошо подошло. Ну и теперь налепим пирожков. В сковородку наливаем масло, хорошо разогреваем на уберенном огне и выкладываем наши пирожки. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты, но немного накрываю сковородку крышкой. Пирожки снимаю со сковородки на кухонное полотенечко или бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло. Все, пирожки наши готовы. Ставим чайник и будем пробовать. Я и так знаю, что вкусно. Сегодня я хотела убедиться, что можно ручную работу по вымешиванию теста доверить профессионалам. В моем случае это хлебопечка. Стол чистый, посуда тоже. Замечания могу сделать только сама себе. Нужно, наверное, пирожок делать немножко поменьше, грамм на 50 или тестом. Хотя, как говорил мой папа, от большого куска и рот радуется. Съел пирожок и наелся. Всем желаю вкусного чаепития. Кому полезно было мое видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Пишите в комментариях, сейчас кто-нибудь печет пирожки дома или предпочитаете пользоваться покупной выпечкой. Ее сейчас так много, на любой вкус и кошелек. Жду ваших отзывов. До скорой встречи на кухне и на рыбалке. Берегите себя!